здравствуйте дорогие друзья перед тем как я приступлю к прямому эфиру я уже приступила еще раз здравствуйте сегодня у нас гостяк супер супер специалист именно по инстаграму по фейсбуку вообще по интернет маркетингу я ждала этой встречи давно вот но я хочу сказать что сегодня мы не будем говорить о гинекологии вот я жду нашего гостя потому что сегодня мы будем говорить о том что такое быть блогером особенно блогер инстаграме так как очень многие сейчас люди стараются ну как бы заработать деньги особенно в условиях карантина когда появилось время и так сейчас минуточку же нас есть гость так нет это нами наш гость извините так и сегодня у нас как раз тема будет посвящена вот советы и секреты моего успеха и как можно быть блогером насколько это легко быть блогером что делать на что еще что можете делать как раз плане развития себя и гостях у меня ольга макеева оля макеева это ну для меня это супер специалист в этих вопросах вообще интересная уникальная личность потому что оля макеева была ведущей телезвездой на украинском телевидении вела многочисленные программы телепрограммы даже целый канал огромнейший и потом ради ребенка оля практически ушла из телевидения и сейчас занимается именно вопросами маркетинга в интернете и фактически интересно что оля она даже когда мы познакомились она очень много говорила о таком понятии как оцифрование то есть каждый вы все все что вы видите это имиджи это фактически то что мы даем в виде слов виде буквы а то как мы себя представляем онлайн и от этого конечно то как мы себе представляем онлайн зависит то как нас будет воспринимать люди я жду олю она должна где-то присоединиться так теперь я хочу сказать несколько слов что многие из вас не знают моей другой стороны моей как бы я ведь не только акушер гинеколог но в принципе я занималась менеджментом и в 1999 году мне предлагали должность вице-директора крупных канадского филиала крупно американских компаний которые продавала как раз софтвер по менеджменту крупных предприятий по всему миру и ставка была колоссальная 100 тысяч американских доллара год это было просто сумасшедшая зарплата и для того чтобы доказать свою пригодность и вообще разобраться в этом потому что я думала что я приму это предложение я изучила досконально детально все что что было известно тогда об интернете интернет-маркетинге и создала книгу на русском языке для того чтобы как раз уберечь многих людей от мошенничества которое появилось интернете различные вот эти цепочки лохотроны по заработку денег и я назвала книгу интернет миф и реальная заработка миф и реальная заработка и фактически было две части первая теоретическая и вторая часть это это было сейчас минуточку так оля мне пишет что она подключается а оля я не вижу запроса сейчас минутку а вот нашла так сейчас уже все нашла все все получилось просто помимо оль и еще просилась одна женщина здравствуйте помимо осталась еще одна женщина я сначала дала доступ но это было не я да ведь а вы популярны к вам все хотят в эфир это закономерно здравствуйте всем здравствуйте сейчас минутка я только настрою вы хорошо меня голову обрезает бог с ним или дальше нужно сесть можно немножечко отдалиться от экранов да все теперь нормально вот так вот я рассказывала себе что я создала книгу которая называлась интернет миф и реальная заработка и эта книга оказывается даже не знала потому что когда я хотела публиковать в россии украине мне сказали точно как говорили когда-то у нас нет секса а у нас нет интернета и типа это был 1990 2000 год и мне отказали публикации кроме некоторых там журналов по интернету ну там по компьютерам разделили так вот самое интересное что я узнала через несколько лет уже потом постфактум когда уже стала блогером другим именно по гинекологии и так далее так вот я узнала что моя книга была 10 лет десятки лучших изданий русскоязычных на тему интернет-маркетинга я очень легко могу это объяснить потому что вы всегда бежали впереди трендов знаете вот есть люди которые не успевают за трендами да вы всегда были не то что в тренде а можно сказать что вы даже опережали тренды и это очень круто и на самом деле вы начали у нас сегодня тема да что три секрета три совета почему мне легко было работать соли и вообще почему мы слились и до сих пор не расстаемся хотя у меня работает в другом проекте но мы все равно и снились и спились но спились правда мы на безалкогольных напиток вот так вот почему мы решили я ждала этого эфира помните когда мы еще работали вместе фактически но вы знаете она всегда всегда когда работаем вместе есть много рабочих вопросов не до этого не до этого да но наконец-то это свершилось и очень рада потому что вот такого эксперта как поле я научилась многого и когда я вижу березовская не любит критики оля может подтвердить что березовская воспринимает критику вполне серьезно реально да я могу это подтвердить оля тот человек который может мне написать прямо жестко прямо линейно и я хорошо окей вы босс то есть оля всегда была боссом этих вопросов и я рада что практически мы начали с нуля мы начали с нуля моя независимость плане того что я хотела быть тем камень и есть началась не очень приятных событий моей жизни когда я столкнулась и с обманами с воровство и прочим начали с нуля сначала были даже минусы это называется перезапуск бренда то есть по факту когда мы с вами встретились вы были при большом бренде да то есть вы были на сопутствующим спутником да вам нужно было стать из спутника планеты даже не планеты солнцем да которая будет освещать вот все вокруг своими знаниями и на самом деле если говорить о том что мы обещали вот три секрета и три совета то первый секрет однозначно это то что человек первый ваш секрет как я думаю я буду говорить как я думаю что это мои секреты а вы будете комментировать первый секрет вы уже прокомментировали сами да что первый секрет это прослушиваться прислушиваться профессионалов на самом деле вы можете быть тысячу раз профессионалом в своей узкой отрасли но вы не можете быть профессионалом абсолютно во всем но на сегодняшний день к счастью для диджитал маркетологов и смм щиков но к несчастью для тех кто только стоит на пороге развития своего цифрового бренда назовем его так а социальные сети не прощают аматорство потому что на сегодняшний день нужно есть определенный уровень определенные золотые стандарты их обязательно нужно придерживаться и в этом случае конечно же лучше прислушаться к профессионалам и мне иногда очень жаль когда после моих консультаций люди уходят и послушают покивают головой но делают по-своему а иногда все таки нужно прислушаться к профессионалам где-то может быть даже переступить через себя где-то сделать какой-то сверх усилий например в том профиле которым я сейчас занимаюсь там ну есть такое некое сопротивление прямые эфиры это это так тяжело дается это такой большой выброс энергии но это необходимо на сегодняшний день это необходимо и я просто подтверждаю необходимые вещи да я действительно подтвержду что у меня был период когда я хотела делиться своими знаниями направо налево несмотря на свой вид на макияж и прочее даже иногда из-за того что искажалось изображение при съемках но получалось и размытый или слишком яркий такой получался какой-то некрасивый макияж хотя в реальности макияж был нормальный и я все равно давай будем выставлять выставляли выставляли но в реальности когда посыпались как раз ну как бы упреки причем это были острые колкие комментарии что там я выгляжу как старуха там я вообще с каким-то непонятным макияжем а там то то я начала понимать что с ростом популярности все таки мы отвечаем за внешность потому что при всем желании делиться своими знаниями при всем желании как говорится направо налево раздавать то что ты знаешь но именно своей области важно соблюдать определенный этикет и постоянные правила восприятия в дни подачи материала скажем так и в этом как раз оля мне помогала что она была жесткой критики если что-то не нравилось в плане того как я это делаю как это делаете постели скажем прямые эфиры еще что то то в принципе она мне очень помогла именно в этом поэтому скорее всего у меня не очень не иногда пропадает связь напишите пожалуйста тем кто смотрит эфир плюсики кто угодно поставьте какой-то знак все ли хорошо со связью то есть вы слышите нас обеих все хорошо с видео со связью пока что мне не показывает никаких перерывов но посмотрим крайнем случае мы постараемся сохранить эфир и возможно даже видеозапись чтобы люди могли пересмотреть позже и ну как бы послушать нас еще раз теперь фактически говоря о том что ты прислушиваешься профи тем не менее мой второй секрет это быть тем кем ты хочешь быть определиться с точно с позицией с приоритетами то есть четкую позицию и не бояться именно быть тем кем ты хочешь быть потому что да я называю это нужно определиться на какой вы стороне на темной или на светной грубо говоря в этом плане мне с вами было очень всегда легко работать потому что я четко понимала что вы там против фуфломицинов вы против устаревших советских стандартов да вы против шаблона стилечения вы за индивидуальный подход и в этом же плане честно говоря как диджитал маркетологу как человеку который помогал вам с развитием личного бренда было несколько сложно и я вас об этом всегда предупреждала но меня я безумно уважаю эту позицию позиция заключается в том что вы очень избирательны в том числе и том кого вы рекомендуете это в этом плане очень повезло вашим подписчикам потому что вы не будете просто на коммерческой основе рекламировать кого угодно вы всегда очень избирательны в том кого вы то есть вы взращивать очень тщательно свой личный бренд и вы очень избирательны у вас в этом очень четкая позиция и вот на самом деле это тот секрет который не всегда не для всех очевиден но люди которые с вами долго этот это начинают понимать что вы очень избирательны во всем в том что вы советуете и очень у вас есть очень жесткая позиция то есть если вы против чего-то то вы против и вы не перебегаете туда-сюда и собственно говоря многие могут не выдержать потому что скажем если даже люди заходят с какой-то ну создают блоги с каким-то намерением разоблачить различные там мошенничества скажем дать истинную достоверную информацию обязательно будете сталкиваться с наплывом периодически большим периодически маленьким так сказать доброжелателей то есть это могут быть просто завистники это могут быть люди которые нечего делать хейтеры как мы называем которые готовы бросить любую порцию гадости на человека просто от нечего делать и принципе нужно понимать что это нужно выстоять несмотря то есть вы должны четко представлять кто вы что вы себе в своей голове и приезжать по поводу хей по поводу хейтеров с вами было вначале я очень я хорошо это помню несколько сложно потому что в силу того что вы очень корректны а вот я думаю что все 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 кто с еленой петровны давно подписаны все знают что елена петровна очень терпеливо выслушивает все комментарии реагирует на любые тем более что очень много аудитории у вас беременной женщины они всегда более эмоционально нестабильны они хотят ответ срочно на вчера если мне отвечают у многих начинаются припадки и истерики плюс сила вашего бренда иногда настолько сильно что люди вместо скорой пишут вам в директ и что-то случается и если вы сразу не отвечаете это начинается просто истерика и разница во времени с континентом европейским и азиатским у нас большая разница во времени да плюс есть момент я просто к тому что в этом плане было в начале я помню несколько сложно убедить вас в том что в интернете ну вот в социальных сетях связи с их ростом действительно просто много хейтеров это тех которых надо у меня есть вот у меня есть тоже четкая позиция да если стоит вопрос перед вами банить или не банить человека если он выливает просто негатив я всегда грунт конечно банить это ваша страница это ваш бренд это как знаете это как ваш цифровой дом вы сюда таскиваете кому кому не нравится ну то есть вы приходите в дом хелени бирюзовской да в ее ее цифровое храм можно сказать да и и начинаете там вот разбрасывать расплевывать яд то есть таких просто надо банить в этом плане я помню что вы в начале вот ну как ну ну вот можно же убедить всегда всегда можно корректно да да но все перекручили информацию появлялась цепочка переписки потом выдергивали эти слова по стилю еще где-то и получалось что если кто-то решил мне нагадить то в принципе они пользовались именно цитатами выражали но не в не всей переписка и в реальности я действительно училась и сейчас я четко придерживаюсь позиции что мне несложно забанить человека если начинает скажем выливать какую-то грязь и даже не только на меня скажем на людей которых я уважаю я просто баню и точка я рекомендую всем это делать потому что это ваш дом это ваше сказать обитание цифровое и люди здесь и гости все без исключения гости так что это такой важный момент но по поводу трендов вы да вы немножечко опередили вы с этого начали да вы начали с трендов но если говорить о трендах то на мой взгляд нам всегда очень здорово с вами удавалось не просто не просто ловить эти тренды раньше всех да и успевать их адаптировать под 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 ваш цифровой бренд а потому что минутки знаний вы кстати придумали намного раньше чем это начали делать все остальные ну я вдохновила я вдохновила даже луната фэлт и даже мой парк макроанта сей кромцова начала делать минутки многие другие но я вот хочу сказать как раз о понятии вот бренда то есть смотрите часто там упрекают что я там стала брендами так далее но в реальности когда ты доходишь до определенного уровня популярности когда у тебя появляется команда ты не можешь быть просто вот березовская там доктор березовская ты должен создавать определенные понятия то есть ты бренд ты не ты отвечаешь как бы ты это уже другой уровень маркетинга где фактически другие правила даже ну поведение и не то что поведение скажем совершенно какой-то другой уровень взаимодействия с людьми это то о чем мы говорили если кто-то раньше пропустил начало эфира это о чем мы говорили что на сегодняшний день создавать цифровую бренд это огромная ответственность это ответственность аматорство не проходит то есть есть определенные стандарты эти стандарты постоянно растут и это кстати касается и качества контента в том числе то есть нужно не просто быть хорошим доктором нужно быть доктором который умеет и создавать вокруг себя команду у вас это всегда тоже классно получалось подтягивать правильных людей то есть умело донести до людей свои знания простым и понятным языком на сегодняшний день я считаю что вот история с карантином она может сегодня очень многим помочь немножечко пересмотреть свое отношение контенту и качество да то есть пересмотреть качество контента потому что раньше в беготне вот мы все белки в колесе нам некому открывали инстаграм на 15 минут в день пролистывали и очень многих я уверена оставалось ощущение что так и непонятно что что я только что почитала и посмотрела что это было нужно быть и на мой взгляд нужно растить внутри себя в том числе и запрос к качеству контента то есть на сегодняшний день карантин дает нам возможность пересмотреть профили на которые вы подписаны и ответить для себя хочу я это читать я хочу на это тратить свое время а тем кто начинает на сегодняшний день или активно развивает свой бренд это как бы тоже такой большой посыл что качество на сегодняшний день и об этом говорят о как раз третий совет мы говорили только что о бренда и бренда действительно ответственность его третий совет который я лично даю это всегда нужно следовать за трендом потому что при том что человек может иметь определенные знания обо всем однако он не может иметь всех знаний как это имеет специалист который обучается этому постоянно и оля как раз тот как раз образец вот как я постоянно читаю повышается уровень знаний я начинаю медицинские информации даже вот сейчас в отношении карантина мне же нужно предоставлять достоверную информацию поэтому я копаю копаю изучаю и вот точно так я помню как лена петровна у вас очередной визит в украину вот тура россия украина да россия украина польша вам вылетать через три часа я помню да мы пишем наша команда пишет вам ну что вы собрали чемоданы лена петровна я вот тут собирала чемоданы открыла а там свеженький курс курс я залипала на час на это и в москве в 12 ночи в этом все лена петровна в 12 ночи открываю почту курс интересный сижу в 12 ночи в москве в бассейнице изучаю курс потому что мне интересна тема да это действительно так и это нормально потому что в этом и суть твоего прогресса то есть вообще человек который хочет быть лидером и вообще то что даже лидером даже для себя хорошим специалистом он должен обучаться по мере возможности ну и как раз быть тренде вот как всего и когда мы говорим тренде вы уже сказали что да минутки знания доктора билизовской в любое время мы были вообще это точно помню одними из первых потому что только появились и сразу была первая мысль что с этим можно сделать потому что мы активны на youtube у вас очень очень активный канал на youtube а IGTV какой-то вот формат пойдет не пойдет что с этим делать но все по моему получилось очень удачно получилось и конечно когда привыкающему то новому всегда это изучаешь не всегда это получается я кстати когда мы начали проводить эфиры я тоже одна из первых начала загружать и вдруг у меня паника что эфир с кем-то другим не грузится как это так и потом я поняла что не только у меня я думала что у меня что-то не так мы все время чему-то учимся давайте повторим для тех кто может быть пропустил первую часть что у нас тема это я сейчас инстаграм инстаграм-бренд да как как у Елены Березовской это три секрета и три совета вот первые секреты которые мы успели проговорить в первой части это первый секрет это прислушиваться к профессионалам профессионалам в том деле в которое вы заныриваете то есть если вы заныриваете оцифровку своего личного бренда это говорит о том что вам имеет смысл прислушаться к тем кто в этом варится постоянно совершенствуется кто на острие кто постоянно то есть тот вам четко скажет по каким磅 по каким кнопкам следует это развивать я сейчас еще толкну повторюсь аматорство аматорство да амство на сегодняшний день непрощают второй это ведь четкую позицию четко определиться с позицией на чем на какой вы стороне на стороне добра на стороне зла они где-то где-то посерединки люди сегодня этого очень не любят люди очень любят четкую позицию. То есть, я знаю массу профилей, там, где просто матерятся в эфире, и это смотрят, и это смотрят сотни, а то и тысячи людей. Ну, то есть, ну, это те, кто принимает эту позицию данного автора. Есть те, кто там, я не знаю, за какие-то определенные позиции принимают. Да, есть те, кто против. Полностью, кстати, врачи тоже раздеваются, там, показывают себя в купальниках, там, или вообще в белье каком-то. Ну, я как врач, я считаю, что для врача это неприемлемо, но современные врачи смотрят на это по-другому, поэтому говорится, у меня своя четкая позиция. Да, у вас здесь своя четкая позиция, и третий ваш секрет, это успевать за трендами. То есть, а успевать за трендами, это помогает то, что вы в четкой позиции, то есть, вы четко понимаете, какой тренд вам подходит, не подходит, как его адаптировать под вашу экспертизу, и с вами рядом профессионалы, которые вам помогут, как адаптировать этот тренд под вас. И я вам скажу, что поскольку наши веб-сайт на Фейсбуке, Инстаграме развивается очень хорошо, и как раз многие анализируют именно с точки зрения маркетинга и прочего. Значит, ко мне часто присылают даже, вот, Фейсбук присылал курсы бесплатные для лучшего. То есть, ну, то есть, можно брать много бесплатных даже курсов, которые сами же компании присылают для того, чтобы поднять твой уровень, как бы, знаний в плане того, что ты делаешь. И это тоже можно делать. Потому что все эти компании заинтересованы в качестве, они заинтересованы в качестве контента. Конечно, радуется количеству, но в то же время им нужно и качество тоже. То есть, для того, чтобы понимать, что показывать, что предлагать людям, как удержать внимание людей. Потому что при том, обилии валом, вот этот вот массив информации, который на сегодня всыпется на нашу голову, удержать внимание человека, это очень сложно. На YouTube есть правило 12 секунд. То есть, если за первые 12 секунд видео не зацепило, человек его, скорее всего, не посмотрит. На Instagram аккаунтах все намного еще ужимается, вот эти временные ранки. То есть, где-то в среднем 3-5 секунд тратит человек, заходя в профиль и так просмотрев его, да, то есть нравится, не нравится. Вот на интуитивном уровне никто не даже будет не вникать там специалисту или не специалист. И вот поэтому все должно быть оформлено именно так, как на сегодняшний день. То есть, чтобы за эти 5 секунд человек получил полное представление, вот скажем так, первичное полное представление, кто вы, что вы, о чем этот профиль. Оставаться ему с вами или нет? У меня точно такой же подход в выборе книг для чтения. Если книга меня не зацепила в течение первых 2-3 страниц, я ее читать не буду. При том, что она может быть весьма популярной в какой-то когорте людей и все ее хвалят. То есть, действительно, это должно быть того качества, которое, скажем, для определенной аудитории, на которой вы в какой-то степени работаете. Хотя для меня, значит, то, что я делаю, это не просто, что я работаю на кого-то и так дальше. Это самовыражение. Это то, кто я есть. Это, ну, как бы совмещение приятного с полезным. А тем более, когда ты работаешь уже с командой, естественно, ты должен, ты уже как бы работодатель. Ты уже фактически отвечаешь за то, чтобы твои люди получали вовремя зарплату, причем хорошую зарплату, потому что я ценю своих людей и я не хочу, чтобы они уходили куда-то от меня в разочаровании, что я им плачу мало. А вот пишут, что не видно темы эфира. Не могу прикрепить тему эфира. Наверное, прикрепить дело в том, что можно только до того, как я присоединилась. Поэтому тут надо выбирать или меня присоединять, или будем периодически повторять тему эфира. Тема эфира у нас для тех, кто недавно присоединился. Это Инстаграм. Как мы развивали? Я диджитал-маркетолог. Мы три года работали с доктором Еленой Березовской. Я помогала ей развивать бренд Елены Березовской, как цифровой бренд. И мы набрали вместе первые 50 тысяч. Наш был такой большой старт запуска Инстаграм-аккаунта. Поэтому сегодня мы говорим о том, как правильно и грамотно развивать свой бренд в социальных сетях в том числе. А тем более мы говорим, что сейчас люди сидят дома. Появилось масса-масса всяких вот таких предложений там, значит, по раскрутке Инстаграма. То есть люди стараются заработать как-то онлайн дома и прочее. И поэтому, чтобы не попасться на крючок какой-то коммерции или чтобы понять, что нужно начинать немножко с другого, когда вы развиваете свой даже аккаунт. Особенно, если это бизнес-аккаунт, то есть аккаунт, который будет посвящен вашей работе, продаже каких-то ваших товаров или, скажем, даже если вы хотите заработать на этом через рекламу, то должны быть определенные правила. И они просто... Понимание, знание того, что сегодня требует современный Инстаграм, и это можно говорить тоже о Фейсбуке и Ютьюбе, в отношении как раз развития своего аккаунта как бренда. На сегодняшний день, к огромному моему сожалению, появилось очень много, ну то есть активизировались те, кто раньше, может быть, там в силу отсутствия клиентов не могли это делать так успешно. То есть сегодня люди более падки на предложения, все стали много всего предлагать бесплатно. И я натыкалась на предложение некоторых аккаунтов, которые вот курсы по SMM бесплатные, SMM-марафоны бесплатные, что-то еще бесплатное. Я захожу в аккаунты, мне становится очень грустно, потому что для меня, как для профессионала, очевидно, что в Инстаграме накручены боты. То есть просто для количества очень быстро накрутили количество подписчиков, да, при этом статистика там отвратительная. И у меня сразу же первый вопрос, чему могут научить люди, которые сами используют серые методы продвижения, то есть просто используют количество, а не качество. Соответственно, они примерно этому же будут учить и остальных, то есть используют те методы, которыми они пользуются сами. И я прекрасно понимаю, что за сегодняшний день реально очень сложно отмечить тех, кто может действительно чему-то научить. А те, кто просто пришел... Есть такая хорошая фраза, использует мой муж, говорит, инфо-цыгане. Вот от инфо-цыган, да, вот. Это на самом деле очень печально, о том, что люди не могут иногда отличить полезное от бесполезного, иногда и вредного. Да, собственно говоря, каждый день я получаю ну минимум три-четыре сообщения трафаретные. Типа один и тот же текст, что вот для раскрутки и так дальше. И я сразу говорю, удаляю, потому что, ну, во-первых, если вы хотите работать с кем-то, вы должны изучить профиль, вы должны сначала как бы понять, кто этот человек, какой профиль. Не просто трат-бак направо-налево рассылать и, возможно, через вот эти такие... Автоматические рассылки, да. Это неправильно, потому что это моментально отталкивает, то есть, я не знаю, ну, разве что клюнуть на такое, может, недумающий человек, который находится в состоянии истории, потому что у него нет денег, нет работы, нет еще чего-то, ему нужно что-то чем-то срочно заняться. Но это как раз худший вариант, потому что в данном случае он попадает на обычный лохотрон. И это тоже нужно понимать. Мы говорили о трех секретах. Да, о трех секретах, да? О секретах моих или ваших наших, о трех совместных. Которые, на самом деле, не секреты. А сейчас мы поговорим о трех основных советах, потому что тема так и звучит. Три секрета, три совета, три секрета. Три совета. Значит, мой первый совет – это быть оригинальным, но в правилах социальных сетей. Что я имею в виду? То есть, ваш Инстаграм-профиль – это вы только в цифровом виде. И вот вы должны смотреть не на то, что вам нравится, не нравится. Нравится, не нравится – это очень субъективно. Вы должны обязательно критично оценивать свой профиль. Вот просто зайдите, пересмотрите свои highlights, что они о вас рассказывают. Не вставляете ли вы эти highlights, потому что… Это вечная история для тех, у кого на русском языке. Это ведь сохраненная вечная история. Рассказывают они какую-то цельную, понятную историю, либо это просто то, что вам нравится. Вы оставили себе на память. То есть, если это открытый профиль и вы даете какую-то пользу, очень важно оформление профиля. Очень важно, чтобы были правильно оформлены highlights. То есть, вы должны быть оригинальны, вы должны быть собой, но при этом вы должны придерживаться определенных правил. То есть, самые ключевые, базовые вообще правила социальных сетей – это ваша понятная фотография профиля, которая что-то о вас говорит. Это правильно, грамотная, оформленная шапка профиля, описание. Кто вы, о чем ваш профиль, чем вы можете полезно, либо бесполезно, либо вы ничего не пишете и просто закрываете профиль, он приватный. И highlights – это вот такие три, самая-самая-самая база, которая должна быть обязательная, которая сразу расскажет, кто вы и что вы. Если вы заметили, например, как изменился мой профиль постепенно, не потому что я поменялась, а потому что у нас меняется количество аудитории, плюс запросы. Я никогда не копирую, скажем, из учебников по акушерству и гинекологии какие-то тексты и вот, пожалуйста, вам читайте. То есть, во-первых, у меня всегда новости медицины, самые современные, что я читаю на теме как раз акушерства и гинекологии в первую очередь. Поэтому мои посты не идут просто ля-ля-ля повторения того, что уже написано тысячу раз другими. Второй важный момент – я отвечаю на ваши вопросы. Именно как раз мы ставим в рубрике «Вопросы-ответы», чтобы вы понимали, что ваши вопросы читаются. Просто при том, что каждый день у нас до тысячи различных сообщений и вопросов, мы не можем… Я не представляю, как вы выдерживаете вашу рубрику «Вопросы-ответы» в Instagram, потому что… Это тяжело. И сейчас, конечно, даже при том, что команда старается помочь и все, это тяжело. И поэтому многие вопросы повторяются. Но интересные мы выбираем. И мы все время показываем, что эти есть вопросы, они есть на основном сайте, целая рубрика «Вопросы». Там несколько тысяч уже опубликованных ответов. И третий важный момент – это мы делаем вот или видео, или, значит, вот это мы пользуемся видеоканалом. А также явивая немножко лично, потому что оказалось, что сухая мемра, доктор Березовская, которая чисто там гинеколог и так дальше, людям интересно знать, кто я как человек. Потому что когда люди знают, кто я как человек, и стараются немножко знать меня как личность, просто как маму, как жену, как бабушку. Потому что люди работают с людьми. Это нормально. Люди покупают у людей. Люди работают с людьми. Люди спрашивают совета у людей. Не у профиля. Они спрашивают совета у вас. Это вот то, что я всегда, опять же, повторяю на своих консультациях. Это вы, когда заходите в спортзал, все фитнес-тренеры красивые, да? У всех одинаково красивые, подтянутые тела. У всех там кубики, которые вы хотели бы себе. Но вы начинаете общаться с тренерами. Вы выбираете того, кто резонирует вам как человек, с которым вам будет интересно. Здесь с врачом то же самое. То есть врач может быть профессор, кандидат медицинских наук. У него может быть там весь кабинет обвешен дипломами и все что угодно. Но если он вам не резонирует как человек, вам неприятно с ним общаться. Вы уходите от него, у вас просто потные, я думаю, многие знают это. Вы знаете, такое липкие, потные, холодные руки, потому что вам не по себе. Вам просто неприятно. Иногда даже страшно от этого запугивания, вещей, которые вам наговорил доктор. Вы не будете к нему ходить. Это неправильно. Вы будете искать человека, ощущение после общения с которым, это спокойствие и уверенность, что вы в надежных руках. Вот это самое главное. И это должно сквозить через ваш профиль в том числе. И по этому нужно подмешивать лично обязательно. Да, и когда мы делали посты чисто на медицинскую тему, вдруг, ну и плюс, с учетом того, что информация была чрезвычайно прогрессивная, современная, пошли жалобы, что это не личность, это робот, созданный из группы нескольких экспертов, которые где-то там сидят и создают вот это все по отдельности. Нет, я как человек, который три года работал с доктором Еленой Березовской, я ответственно заявляю, что доктор на все вопросы касательно медицины отвечает сам лично. Я не знаю, где ваш 25, 26, 27 час в суток, и где вы на это все берете энергию. Тем более, что у вас есть еще и кулинарный профиль, и личный профиль, и картины, и вязание. Это, я не знаю, я всегда этим восхищалась. Вам можно еще профиль отдельный по тайм-менеджменту открывать, и это будет. Наверное, так и нужно. Это тоже, наверное, один из самых успешных. Да. Ну, собственно говоря, вот я поэтому начала и показываться больше, ну, как бы уже в сторизах, показывать, что я живой человек, а не робот, что команда моя делает чисто технически, механически и так дальше. Все знания это от меня, все посты создаю я, а не кто-то другой. Я не нанимаю никого из врачей или кого-то другого, чтобы мне писали мои посты. И это моя уникальность, потому что я отвечаю за свои слова и за то, как я думаю, что я выкладываю и вообще. То есть, вот это как раз то, о чем мы говорим, об уникальности. И уникальность, но в рамках, да? Это первый совет. Быть уникальным, но соблюдать обязательно вот стандарты, да? Золотые стандарты социальных сетей. Второй мой совет – это быть последовательным и регулярным. Регулярным. Почему регулярным? Потому что, что касается ленты, я там часто расспрашиваю, многие заморачиваются, а в какое время, в какой день недели? Да, я вижу вопрос, обязательно отвечу. В какой день недели постить? В какое время дня лучше постить? Честно говоря, я бы лучше задавалась вопросом, что вы публикуете. Потому что, если вы публикуете качественно, вам это покажут. То есть, очень много людей на это отреагируют. И алгоритмы социальных сетей работают таким образом, что этот пост будет показан большому количеству людей. Вот так называемые охваты. Но аудитория на сегодняшний день, к огромному сожалению, не прощает больших пауз. То есть, если вы пропадаете из сторис, особенно сторис. Если нет сторис, можно сказать, что на сегодняшний день нет профиля. Такова реальность. То есть, должно быть всегда. Если вы надолго пропадаете из эфиров, то аудитория очень быстро забывает. Но это правда. Очень быстро переключается на кого-то еще, кого-то еще, кого-то еще. То есть, ваше место займет кто-то, а то и два, а то и три профиля. И, увы и да, строить личный бренд в социальных сетях, там, профессиональный бренд, какой угодно бренд, это труд, постоянный, регулярный труд. Это реально работа, я не знаю, но это фуллтайм работа, правда? И я просто, когда я уезжаю, например, в командировки, они по три, по пять недель, а иногда по шесть недель, то, естественно, у меня нет трения. Особенно Оля знает, что я мотаюсь по всей Украине, и даже теперь вот в России ездила. По Украине? Польша, Украина, Россия, да? Такое расписание вообще далеко не то, что далеко. Каждому вообще, мне кажется, малому количеству людей. Да, последний раз, особенно когда я приехала осенью, вот последний раз, и было темно, и я уезжала, по шесть-пять утра вставала, значит, на поезд на шесть утра, приезжала двенадцать час ночи, и опять. И я говорила, а в Киеве бывает день? То есть у меня по всей, да. Так я к тому, что если у меня такое расписание, например, я понимаю, что у меня не будет времени сидеть, писать какие-то посты, а это порой на целый месяц. Я сижу буквально, ну, два-три дня и делаю посты заранее, которые отсылаю, и потом уже они публикуются. Потому что я понимаю, что важно поддерживать регулярность постов, ну, для того, чтобы, во-первых, люди привыкли к тому, что они проснулись, кофе пьют, там, чай пьют, и они смотрят Березовского, что-то запостило. Поэтому это у нас регулярно, и так и должно быть, потому что это в какой-то степени уже бизнес-ответственность, бренд, ты отвечаешь за то, что ты делаешь. Там есть вопрос, как вы считаете, лучше вести профиль и рабочие отдельно или вместе? Смотрите, мой ответ здесь очень простой. Здесь зависит от того, что это за профиль и какая тема, то есть в какой теме вы работаете. Если мы говорим о профиле, например, у доктора Елены Березовской, просто профиль, сам профиль Елены, как отдельно Елены Березовской, появился намного раньше. И потом мы вынуждены были отделить его в отдельно бренд доктора Елены Березовской по той простой причине, что это уже стало отдельным брендом, живущим сам по себе. То есть это книги, это онлайн-курсы, онлайн-консультации, много-много-много-много всего. Плюс ко всему Елене Петровне очень много других хобби, и ей хотелось это показывать широко. И мы начинали в то время, когда просто бренд, как доктор, оценили. Ну, то есть такого понятия еще как личный бренд, даже такого понятия упоминалось достаточно, недостаточно широко. На сегодняшний день это зависит от того, в какой вы теме. То есть если, например, вы продаете или шьете детскую одежду, и это какой-то бренд чего-то материального, опять же, бренд, который существует, может существовать сам по себе отдельно, то я бы разделяла эти понятия, потому что люди не будут совсем... То есть тут будет достаточно сложно соблюдать баланс. Где мы про продажу говорим бодиков, да, каких-то там вышитых руками. А где вы гуляете с ребенком? Поэтому очень многие блогеры, я думаю, вы это тоже заметили, они ведут, то есть я человек такой-то, и я создатель, у них прямо в шапке профиля это написано, бренда такого-то, и бренд живет сам по себе. Вот. Если, например, идет речь о том, что вы продаете, можно сказать, вот собственную экспертизу, то здесь можно не разделять, здесь можно поймать вот этот баланс личного и рабочего, и перемешать посты, смешивать эти сторис гармонично для себя. Плюс ко всему на сегодняшний день есть просто отличная настройка в сторис, это делает там close friends, это близкие друзья, то есть внести определенный круг людей, и постить, например, личные сторис больше для них, если вас смущает то, что там какие-то сторис о ваших семейных посиделках увидят все-все-все ваши подписчики. Поэтому тут напрямую зависит от двух вещей, от темы, в которой вы эксперт, в которой вы строите свой личный бренд, и от вашего личного самоощущения, в каком количестве вы хотите показывать вот все то личное, что есть на сегодняшний день, и чем вы делитесь сегодня только с узким кругом людей. Готовы ли вы носить это на широкую публику? Вот такой, наверное, будет ответ. Да, и мы сказали два совета, еще есть один третий совет, и после этого мы тоже ответим на вопросы. К сожалению, Оле придется читать вопросы, потому что мои очки остались в другом месте. Пока идут только сердца, и в основном вопросы, да, пожалуйста, вопросы, которые касаются больше вашей профессиональной темы, а не темы сегодняшнего эфира. Сейчас я не отвечаю на тему гинекологии, ради бога, очень много информации на тему гинекологии и на сайте, где только не хочешь, так что давайте мы говорим немножко о другом. И третий совет – это экспериментировать и анализировать. То есть экспериментировать – это… Есть определенные золотые стандарты, но вы должны пробовать, да, то есть не нужно упираться, что вот все, вот три сториз в день, для меня это предел, вот работает хорошо, охваты хорошие, а четвертый уже никто не смотрит. Или, например, там делать пост каждый день. Кто-то сказал, вот есть такие истории, когда проконсультировали с кем-то, кто-то сказал, нужно делать посты каждый день в 6 утра, потому что вот люди встают, берут телефон в руки, это лучшее время. То есть, ну, вот какие-то такие моменты, люди вот заморачиваются, либо ставят на автопо… Ну, короче, вот заморачиваются целыми этими историями, но не нужно упираться, нужно пробовать, экспериментировать. И есть еще такой момент, что эксперименты очень здорово помогают, в том числе и встряхнуть аудиторию, потому что у аудитории есть такое понятие, как выгорание. Это нормально. Некоторые мне пишут с вопросом, Оля, у меня много отписок. Оля, у меня много отписок. Отписки – это нормально. Люди могут уставать. В конце концов, людям может быть… Ну, вот, например, если это касается вашего профиля, тоже отписки – это нормально. Например, это может быть беременную, у которой период беременности, там, грудного вскармливания закончился, у нее начались… Она подписалась там на психологов школьных, подростковых, да. То есть, ну, вот такой момент. И ей уже просто, ну, не настолько актуально читать так много по этой теме. Отписки – это нормально. Аудитории тоже есть выгорание аудитории, да. И иногда нужно где-то экспериментировать, где-то быть каким-то вот, может, даже неожиданным, если это для вас комфортно и органично. То есть, экспериментируйте и анализируйте. Смотрите на статистику, смотрите на охваты, смотрите на то, как реагирует публика. Абсолютно нормально, когда вы в рабочем практически профиле вдруг публикуете фотографию с вашим внуком, и она получает просто охваты там тысячу раз больше. Совершенно верно. Тысячу раз больше, чем самая актуальная тема в гинекологии. Да, фотография Березовская снука, теперь с нучкой. Вот. Я бы хотела еще затронуть немножко тему как раз, когда мы говорим о охвате и прочей аудитории. Многие считают, что вот нужно накручивать очень много вот этих подписчиков. Есть же эти боты и так дальше, есть миллионные, миллионы. Ой, слушай, на сегодняшний день накрутить подписчиков – это вообще не вопрос, если здесь идет речь только о цифрах. Тут вопрос в том, что... Ой, тут вопрос в том, что... Ой, одна очень классная история есть. Она вот очень показательная и быстро ответит на вопрос относительно накрутки. Рассказывал мне мой коллега историю, как пришел к ним товарищ и говорит, мне для моей девушки она вот умереть просто как хочет миллион подписчиков на профиле. А у нее просто тысяча или две тысячи людей в профиле. А она вот хочет миллион, но хоть умри. Говорит, ну зачем ей миллион? Ну, нужен ей миллион подписчиков. Вот объективно. Пожалуйста, дайте какой-то знак в комментариях, если эфир продолжается. Да-да. Алло? Я здесь. Да, я слышу. Все нормально. Алло, что пробивается, но пишет мне, что ай-яй-яй. Загружается. Очень плохое соединение. Я думаю, что очень многие сидят в этих... Алло, алло. Да, проклевывается так по чуть-чуть эфир, но я... Я знаю, что из-за того, что... У меня подвисло ваше видео, Леночка Петровна. Сейчас уже, по-моему, нормально. У меня подвисает ваше видео. Сейчас нормально. Я могу продолжать? Потому что я не понимаю, слышно меня или нет. Дайте мне какой-то знак в комментариях, пожалуйста. Слышно-слышно, да. Все хорошо. Это просто перегружен, наверное, Инстаграм сегодня. Вот. Очень-очень. Извините, если я молчу, это будет странно, но правда, я не понимаю. У меня зависло видео, и я не слышу, Лену Петровну. И я не вижу, чтобы обновлялась лента комментариев. Наверное, это у меня проблема со связью. Это у вас, потому что у меня обновляется, да, у меня обновляется, и у меня... я слышу вас. Я сейчас попробую, наверное, выйти, переподключиться. Хорошо, давайте. Не, по-моему, сейчас нормально, Оля. Алло, вы меня слышите? Сейчас. Так, я сейчас буквально, мы... Сегодня Инстаграм... Сегодня Инстаграм работает, не знаю, очень-таки многие, я думаю, из-за того, что есть... Сейчас я хочу приклеить тему. Мы продолжим. Я думаю, вам интересно. И, наверное, потому что многие сегодня сидят дома, и Инстаграм действительно сегодня перегружен. Многие проводят прямые эфиры, кто на какую тему. Я сама смотрю, что даже те люди, на которых я подписана, у них тоже масса вот таких прямых эфиров. Мне кажется, что система немножечко тормозит. Вот. Так, сейчас мы Олю подключим. Так, Оля подключается. Мы говорили о аудитории. Так вот, вы знаете... Оля, сыра! Это, я говорю, Инстаграм, наверное, тормозит. Просто много людей дома сидят без дела. Вот. Так вот мы говорили как раз... Почему же без дела? Мы их займем очень полезным делом. Мы вот сейчас прямо занимаем полезным делом. Да, я имею в виду, что без работы основной. Я вот как раз... Почему аудитория? У меня было много соблазна создать миллион, даже два миллиона подписчиков. И это иногда нужно, потому что на тебя смотрят как бы... Есть люди там, значит, даже СМИ и так дальше. Они, конечно, в первую очередь анализируют... Меряются подписчиками, да. Но с другой стороны, я как раз хочу иметь качественную аудиторию тех людей, которые думают, которые читают, а не которые мертвые души. Мертвые души, потому что именно по количеству лайков, по количеству просмотров, по многому статистика показывают, сколько есть вот этих мертвых душ. И если говорить еще об одном важном моменте, который я бы хотела затронуть, это монетизация. То есть монетизация. Некоторые делают там для души. Но когда доходит момент, что там есть чуть ли не миллион подписчиков, ну, полмиллиона. Ну, вот что с этим делать? Ведь это тысячи-тысячи сообщений в день. Это масса и хейтеров, и прочего, и прочего. И это уже трата денег. То есть тут уже некоторые начинают нанимать и профессиональных фотографов, и прочее, прочее, чтобы держать себя в том виде, в котором они начали показывать себя через Инстаграм. На самом деле, я думаю, здесь проблема, вот то, что вы говорите, проблема, что люди начинают, как я это простыми словами сказать, загоняться. То есть это люди, которые создают Инстаграм на собственной жизни. Это сериал их жизни. То есть это не экспертиза, как у вас. Да, это не экспертиза, как у вас. Это сериал их жизни. А в Санта-Барбаре, это как в любом сериале, нужна какая-то драматургия, какие-то неожиданные повороты, какой-то накал страстей. И приходится это добавлять искусственно в свою жизнь. На самом деле, есть масса риэлторов, которые расскажут вам истории про то, как приходят красивые Инстаграмные девушки на просмотры дорогущих домов, просто делают кучу фотографий, наснимывают кучу видео, говорят спасибо и уходят. Они к этому многие даже уже просто привыкли. То есть таким образом девушки просто пополняют себе... Это не только. Они ходят в дорогие магазины, бутики, фотографируют себя в этих дорогих... Алируют, да, да. Да, да, да. Или просто покупают, а на следующий день возвращают. Ну, то есть масса таких историй, например, там, ну, действительно, люди пытаются высосать из пальца какую-то историю, какие-то подбрасывают темы, начинают потом раздеваться, потом начинают что-то еще, потом начинается там в белье фотосессии, потом уже без белья, потом уже, я не знаю, семейное, все что угодно. Но это начинает уже просто какое-то безумие, потому что людям нечего больше монетизировать и продавать, кроме как собственную жизнь. Это, к огромному сожалению, реалии. Поэтому, если вы бренд, то лучше, если у вас есть какая-то экспертиза, лучше создавать, конечно же, личный бренд вокруг этой экспертизы. Там, кстати, был в прерванном эфире, там был вопрос, да, от девушки-психолога. Она спрашивала, как выбрать, если компетенция широкая, как выбрать, на чем сосредоточиться. Я думаю, что здесь ответ достаточно простой. На том, что вам, от чего вы получаете самое большое удовольствие. Я соглашусь. Вот вы, Елена Петровна, да, вы, я думаю, подслужите это. То есть у вас компетенций очень много. Аккушера, гинекологов много, вообще врачей много. Но я вам просто сразу скажу, что я, значит, для меня важно быть тем, кто я есть. И для меня, это как на улице 20-30 ресторанов. Вот на улице Парижа, улица Сен-Денис, там сплошные рестораны. Тем не менее, вечером там все забито. Куда бы вы ни пошли, центр города Торонто, масса ресторанов. И там все забито. Значит, у каждого ресторана есть свои клиенты, которые приходят, которые есть постоянные, которые есть случайные. И, скажем, одни нравятся, другие не нравятся. Но у меня точно так же. Для меня не существует другие, то есть я даже, для меня не существует понятие конкуренции. Я просто делаю то, что я считаю нужным делать. Это мой профиль, это мое занятие. И поэтому я даже... Вы получаете от этого удовольствие. Вам нравится работать беременной. Вам нравится, когда после консультации вам потом пишут, через месяц, через два. Я же знаю, эти истории прошли. Через меня, когда я работала с вами, прошло таких историй сотни. Через два месяца вам пишут, спасибо, мы забеременели, какое счастье. Наконец-то. И да, собственно говоря, для меня больше вот это удовольствие, получение удовольствия от того, что ты делаешь, и удовольствие от того, что у тебя получается. И, собственно говоря, а деньги, они приходят, когда вы не ставите первоочередным заработок денег, потому что вам нужны деньги. Знаете, всем нужны деньги. Но если вы не трясетесь над этим, то если вы делаете это профессионально, с любовью, с уважением к себе и людям, то деньги не придут, они никуда не денутся. Самое интересное, что у вас появится отличнейшая команда людей, потому что они будут работать по тому же принципу, что и вы. То есть они придут на ваш бренд. И фактически придут вот этот позитивизм и, зная мои качества, эти люди приходят. Ко мне масса поступает в приложения сотрудничества и прочим-прочим. И даже когда мы объявляем набор, например, я бы с удовольствием расширила свою команду еще больше. Но мы оценим, конечно же, что на данный конкретный момент нам нужно, что можем себе позволить или нет. То есть насколько это эффективно где-то что-то печатать или делать другой профиль где-то или использовать другую социальную систему. Мы все это учитываем, и поэтому, конечно же, люди должны понимать, и я не люблю бесплатную работу. Оля может подтвердить, что в определенный период она старалась помочь мне бесплатно. Потому что я помогла ей выносить эту беременность, и фактически у меня все практически люди, у меня все, которые со мной люди работают, это люди, которые так или иначе меня знают, и благодаря тому, что они забеременны, стали мамами. Но я хочу сказать, что вы понимаете, что я против бесплатной, то есть если вы работаете со мной, если мы работаем уже вместе, я не могу использовать человека, не платить ему деньги. У меня это запрещено. И поэтому, конечно, мне очень важно, я считаю, что любой босс, шеф или как там, руководитель, он должен заботиться о своих сотрудниках в первую очередь. Поэтому я оценю своих сотрудников. Если нужно, посылаю на курсы, оплачивайте курсы. И я стараюсь, как бы, чтобы... Я думаю, вы в этом тоже заинтересованы, потому что вы доверяете этим людям, эти люди должны повышать компетенцию в том, в чем они профессионалы. То есть мы же, мы как сотрудники, да, то есть я когда с вами работала, я же не шла повышать компетенцию, я не смотрела курсы по медицинским профилям, да, то есть я продолжала углубляться в тот профиль, в котором я вам даю советы. И это нормально, и это абсолютно правильно. Мне нравится, что в моей команде каждый занимается своим делом. И даже когда мы вместе собирались, помните, мы сидели три компьютера, каждый занимается своим делом. Мы обсуждаем что-то общее. Но если мы знаем, что это сфера Оли, я туда не лезу, мы доверяем Оле. Если это сфера Юлии Владимировны, мы туда не лезем. И так вообще, то есть мы работаем, сейчас у нас есть девочка, которая занимается веб-сайтами, есть парень, который занимается веб-сайтами, есть Марина. И самое интересное, я люблю, я поддерживаю как раз развитие, саморазвитие моих сотрудников. Я считаю, что это важно не только для моего бренда как такового, это важно и для тех людей, которые работают со мной, потому что я хочу видеть в них прорыв, вот это развитие, саморазвитие. И когда Оля уходила, мне было тяжело с ней расставаться, не потому что там я ее, так сказать, вытурила, создала условия, в которых она не могла работать. Нет, нет, все было не так. Я поддерживала ее, что она идет на другой уровень, другой проект, который более был важен в тот момент для нее, плюс это была ответственная тоже работа. И что она не халтурила, не говорила, вот как многие наберут там по 20, по 30 аккаунтов, что ты там делаешь, и никакого, в общем, ну, халтура, реальная халтура. Поэтому вот как раз я ценю очень тот момент, что мои сотрудники развиваются, и если они уходят, то не уходят, что я их выгнала, я их зачарована в них или еще что-то, или они разочарованы мне, а что они переходят на более высокий уровень, еще какой-то уровень, начинают свои уже бренды, развивают свои бренды, и это очень важно. Если у нас есть какие-то вопросы, я без очков Оля. Посмотрите, если у нас вопросы. Нет, пока сплошная любовь, сердечки, у нас что-то показывают глаз, и если вдруг я диджитал-маркетолог, и сама на мой аккаунт, я думаю, что где-то с послезавтра, где-то с 4 апреля я планирую запустить такой как маленький марафон в своих сторис, исключительно в сторис, потому что мне, я сапожник без сапог, мне лентой просто некогда заниматься. Я нахожусь в Киеве, в Украине, у нас до 24 апреля официальный карантин, я очень надеюсь, что 24 апреля придут какие-то хорошие новости, и 24-го действительно его непродлядно закончатся, и поэтому... Да, кстати, о марафоне я скажу, что вы знаете, вот марафона много проводить и так дальше, но я как раз провела бесплатный марафон доказательной медицине, помогли несколько человек, несколько профилей. Очень-очень крутой, доказательный, и врачи, это был просто перфектный, вообще перфектный. 23 дня, 23 специалиста, и это было супер, потому что, во-первых, мы делали бесплатно, как для специалистов, так и для подписчиков, это раз, во-вторых, это не была накрутка этих, так сказать, подписчиков, это просто был обмен информацией, мы хотели показать, что мы толковые люди, мы умные, мы профессиональные, и что мы существуем, и вот в отличие от всех других марафонов, где идет накрутка, накрутка, накрутка подписчиков, обмен подписчиков, это было первое. Да, 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 ради розыгрыша айфона, или еще что-то. Это было сделано именно ради вот того, что ты любишь то, чем ты занимаешься, и показать, что есть люди, которые тоже вдохновенно, целенаправленно, отвержены, самоотвержены вообще, ну, когда люди, которые отдают себя, чтобы делиться именно вот передовой доказательной медициной. Это было очень важно. Так что я не... Ну, я вот села буквально минут за... Да, села минут буквально за 10, набросала 20 функций Instagram, о которых на самом деле далеко не все знают. Вот реально какие-то простые фишки, какие-то для кого-то, для меня они оказываются, так часто оказываются. То есть для меня это совершенно простые вещи, потому что я с ними работаю каждый день. Для многих это еще непознанной функции. То есть вот я просто каждый день в течение 20 дней до окончания, я очень надеюсь, с карантина, я буду просто в своих сторис публиковать вот просто опции интересные, интересные опции Instagram. Да, следите за... Если хотите подписывайтесь... Да, я... Не-не-не, за столис... Я учусь... Я учусь... Нет, я учусь у вас постоянно, потому что даже если что-то... А Оля была на этом курсе, а девочки, вы знаете, что это за курс? Кто хочет пойти на тот курс? То есть мы всегда обмениваемся какой-то информацией. Вот.